Прямой эфир Прямой эфир Прямой эфир Прямой эфир Отказ от вакцинации, потому что вакцина там вредная, недоработанная, не защитит. У них есть большие сомнения, и они опираются на какие-то случаи среди своего окружения. Причем на какие-то конкретные случаи. Вот одни они замечают случаи, а другие нет. Сегодня буквально услышала, что врачи пугают последствиями. Какие врачи, чем конкретно пугают, вот можете позвонить нам и рассказать. Ну и есть отдельная категория людей, которые вот это про чипы, мировой заговор и вот прочие фантастические версии. Но если они у вас есть, есть какие-то аргументы, мы бы тоже выслушали, конечно. На какой стороне вы звоните нам, рассказывайте свое мнение. 200-00-65, наш номер, наверное, он у вас уже есть, записной книжки. Звоните, высказывайтесь. Также можете оставлять комментарии в группе ВКонтакте и голосовать. Про голосование мы чуть позже расскажем. И Viber, WhatsApp тоже для вас работает. Номер телефона вы видите на экране. Ну и, наверное, подробнее сейчас расскажем, какая ситуация у нас в крае на сегодняшний день. В Краснодарском крае новый антирекорд. 211 жителей региона заразились ковидом за последние сутки. Это официальные данные. И это максимум с февраля. При этом выздоровевших в два раза меньше 102 человека, скончали 7 пациентов. Стремительно заканчиваются места в коронавирусных госпиталях. По данных администрации, занято более 80% коек. В крае вновь, как в прошлом летом и осенью, отказывают в госпитализации больным, которые коронавирус переносят легко, ну или в средней степени тяжести. Пациентов таких отправляют за город. Это Сухобузима, Емельянова, Березовка. В красноярских госпиталях остаются, как правило, самые тяжелые. Но Минздрав обещает открыть новые площади для заболевших и призывает соблюдать все меры предосторожности. Ну и, конечно, ставить прививку. Правда, о вакцинации, несмотря на все официальные заверения, в край идет, ну, так скажем, со скрипом. Особенно в районах. Вот, например, Татьяна из Назарова нам рассказала, что собралась в отпуск в Краснодарский край. Там, как известно, нужна прививка. В родном городе вакцины не было. Она поехала в Вачинск. Там тоже не оказалось вакцины. И поставить первый компонент удалось только у нас в Краснодарске на железнодорожном вокзале. Давайте послушаем. Я обратилась опять по поводу того, что можем ли мы поставить в Вачинске эту прививку. Они сказали, да, конечно, без вопросов. И тут же они зашли на сайт. Вот поэтому телефон 112, там девушка в Вачинске, в городской поликлинике номер 3. Как раз в пятницу вы можете спокойно поехать и поставить прививку. Она сделала запись у нас на полчетвертого. Я мужа через госуслуги записала. Мы туда приехали. Нам говорят, вакцины нету. Я говорю, а почему у вас запись? Ну вот, мы не знаем почему. При этом меня удивила девушки, там ходят вообще без масок, без перчаток по поликлинике. Ну, как бы это уже не наше дело. Ну вот, кстати, Даша, я могу добавить вот к этому. Я тоже прививалась не в Красноярске, а в Девногорске, где тоже была запись. В Красноярске везде только была запись в лес ожидания, а там можно было выбрать время. И тоже я делала это дважды, потому что не было вакцины. То есть ты записалась, приехала? Я записалась. Нет, первый раз они мне позвонили и сказали, что, а что вы записались, у нас вакцины нет. Я говорю, а я как-то догадаться об этом должна. У вас есть запись? Я переписалась на неделю позже, позвонила предварительно. Они сказали, вы приходите хоть сейчас. Я говорю, ну сейчас я не могу, я приду в тот день, когда я записалась. Я пришла. И не поверишь, мне говорят, вакцины нет. Вот перед вами поставили последнюю. Я говорю, как же так? Они говорят, ну у нас же воочередь, нам не до госуслуг, отмените нам их. Я писала про это в соцсетях. И когда я ставила второй компонент, ну и спрашиваю, вы мне дадите сертификат. Они говорят, ну у вас же есть госуслуги. Ну то есть работает, понимаешь? А до этого госуслуги превращались в тыкву. Уже на каком-то расстоянии от Красноярска уже все. Да, Оля, вот мы живем, и госуслуги вот в таком состоянии. Я так же написала, что меня поразило, что такие миллиарды выделяют на борьбу с коронавирусом. Это задача государственной важности. И при этом не могут посадить, я не знаю, какого-нибудь студента. Для этого даже не нужно находиться там на месте, чтобы отслеживать запись на госуслугах. То есть если в городе это еще как-то работало, то уже в населенных пунктах поменьше. Я верю, что у них просто некогда это делать. Очень много подобных историй, разных историй, когда люди не могут записаться, не могут поставить вакцину. При этом, когда мы ездим на съемки, официальные лица вот так торжественно говорят, что приходите, вакцинируйтесь. И если вы не вакцинируетесь, вот Минздрав уже нам пророчит четвертую, пятую, шестую волну и так далее, что вы сами виноваты. Ну, я тебе скажу, что четвертую волну, об этом уже в СМИ, в европейских странах в открытую говорят. И собираются вводить новые, опять какие-то локдауны, закрывать школы и так далее. Хотя там очень много привитых и практически нет новых заболевших, новых случаев. Но, тем не менее, такие меры собираются вводить превентивно. Но, кстати, в Красноярске мы так удачно, в какой-то степени в центре России, в случае пандемии мы, наверное, удачно расположены, потому что до нас не сразу все доходит. Мы хотя бы можем использовать, наверное, опыт других регионов, кто стоит в авангарде, встречает вот эту новую волну. И в других регионах гораздо хуже сейчас ситуация. Мы можем видеть, как она развивается, не допустить, чтобы так было у нас. Итак, в Москве и Санкт-Петербурге хуже всего сейчас. За последние 24 часа зафиксировали антирекорды по количеству умерших с начала пандемии. В российской столице от ковида скончали 124 человека, в Петербурге – 110. А всего в стране от коронавируса умерли 611 россиян. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что сейчас вся страна имеет дело с новым, более заразным штаммом, призывает вакцинироваться. И два региона уже ввели обязательную вакцинацию – это Хакасия и Забайкалье. Там прививки от ковида в обязательном порядке должны сделать работники сферы здравоохранения, общественного питания, образования, торговли и транспорта. Согласно документу, руководители должны до 1 июля предоставить в больницы списки сотрудников. Сейчас обязательная вакцинация действует больше, чем в 20 регионах. И вот именно это, кстати, вызвало новую волну вот этой антипрививочной кампании. Да, очень много антипрививочных. Оля, я хочу вот тебя прервать. Сейчас коллеги скинули, только что появилась информация, что краевая больница прекращает прием пациентов. Там будут только коронавирусных больных лечить снова, как вот в первую и вторую волну у нас все закрывается. Ты знаешь, на самом деле обсуждать много в соцсетях, что нас делят на антипрививочников и прививочников, вот это расслоение общества идет. Но вот мы тут сидим, одна из нас с прививкой, а другая нет, по уважительной причине. Но мы вот не подрались пока, пока еще как-то мирно. Потому что я собираюсь ставить, когда это будет возможно. И мы сегодня у вас спрашиваем, а вы будете ставить или нет? Или, может быть, уже поставили, да? Поставили ли вы, спрашиваем у вас. И какие у вас страхи есть? Почему вы, например, сознательно, если это так, отказываетесь от вакцинации? Да, об этом можете рассказывать, звонить. Но у нас голосование. И звоните нам 8-800-350-57-82, если вы уже поставили прививку. 8-800-350-57-83, если нет, но планируете. Может быть, у вас сейчас какие-то противопоказания, может быть, у вас есть еще антитела. Например, вы переболели, но потом ставить будете. И 8-800-350-57-84, если нет, и ставить не собираетесь категорически. Голосовать можно в нашей группе ВКонтакте, голосовать по номеру телефона. Если хотите аргументированно нам рассказать о своей позиции, прививочник вы или антипрививочник, звоните 200-00-65. Ну вот, на самом деле, я слышала уже такое мнение от официального лица, но в кулуарной обстановке, что вакцины у нас не хватает. И в этом вся проблема, потому что сейчас огромное желающих привиться, и они вынуждены стоять в очередях, а вакцины не хватает. А в какой-нибудь Аргентине уже привитых больше, чем в России, вот пишут люди. Ну и это же мы тоже подтверждаем своими сюжетами, рассказами людей, особенно в небольших городах и поселках, там вообще невозможно поставить. Ну и вот врачи говорят, почему сейчас такая серьезная третья волна, потому что это новый индийский штамм коронавируса, он более заразный. Что это за штамм, давайте подробнее расскажет доктор Владимир Хиновкер, врач, анестезиолог, реаниматолог, заведующий отделением Красноярского отделения ФМБА, потому что вопросов много. Что это за штамм, какие у него особенности? Давайте послушаем. Действительно, большие лаборатории показывают, что мутированные формы вируса присутствуют, и, как и положено, более заразные штаммы начинают распространяться быстрее, чем обычный китайский вирус, и постепенно занимают нишу вирусную, и их становится все больше и больше пациентов с этим видом коронавируса. Ну, клиника вируса действительно меняется, клиника заболеваний меняется, и мы это видим. Во-первых, у пациентов реже стала появляться анасмия, то есть потеря обоняния. Большая часть пациентов сегодня уже не жалуются на потерю обоняния. И напротив, стали появляться чаще респираторные симптомы, сухой кашель, насморк, больше пациентов с диареей. И это, безусловно, проявление мутированных форм коронавируса. Во-вторых, нужно сказать, что коронавирус сегодня действительно помолодел. Около 40% больных в стационарах младше 60 лет. И если раньше молодые пациенты были только с тяжелыми сопутствующими заболеваниями, с иммунодефицитами, с сахарным диабетом или еще с какими-то проблемами, то сегодня мы видим 20-30-летних пациентов и даже в реанимационных отделениях с тяжело протекающим заболеванием без сопутствующей патологии. Ну и еще вопрос, который всех волнует, а поможет ли вакцина от этого штамма? И вообще от каких штаммов она помогает? К сожалению, точного ответа сегодня на этот вопрос пока не может дать никто. В том числе и разработчик вакцины «Спутник» тоже говорит, что требуются дополнительные исследования. Однако есть большая надежда на то, что все-таки вакцины, которые имеют множество точек приложения антигенных, например, «Спутник» или «Ковивак», чумаковская вакцина, может быть эффективны и против мутированных форм, потому что мутирует 1, 2, 3 белковых антигена на поверхности вируса, остальные остаются неизменными, и вакцина должна их закрывать. Возможно, это будет чуть менее эффективно, но тем не менее специальные вакцины, безусловно, создавать не будут против каждой мутации вируса. И учитывая то, что сегодня заболевших прямо вот намного стало больше, и, как вы знаете, открылось огромное количество дополнительных коек, всех призываю максимально быстро поставить прививки. Пока мы не вакцинируем население, этот ад не закончится. Вот вы как двигаетесь к тому, чтобы этот ад закончился? Поставили вы прививку или нет? Звоните 200-00-65, мы прервемся на пару минут, а затем снова вернемся в эту студию, будем принимать ваши звонки. Прямой эфир Мы продолжаем прямой эфир. Сегодня говорим о коронавирусе. Третья волна оказалась очень масштабной. Многие регионы, в том числе и Красноярский край, бьют собственные антирекорды. У нас за последние сутки 211 новых случаев заражения. Много умерших по всей стране. Что с этим делать? Медики, чиновники активно призывают вакцинироваться, но и многие регионы, 20 уже регионов, ввели обязательную вакцинацию. Но кажется, чем больше давления, тем больше отторжения у людей. И еще, что говорят специалисты, много противоречий в действии властей. А у людей вообще каша. Самое простое, всем говорят, ходите в масках, сами ходят без масок. Слушай, я сейчас была на курорте. Вот я была из отпуска, я сегодня буквально первый день вышла. И там была минеральная вода, которую наливали. И требование было одно, быть в маске и не наливать в бутылке. Потому что люди надевают на кранчик эту бутылку, и это способствует распространению разных вирусов, не только коронавируса. Но что ты думаешь, на этой почве все равно наливают, выходит какая-то бабушка и говорит, не наливайте. Вот как шли, так и шли. И никаких действий дальше не следует. Не предпринимают. И если это запрещено, сделайте так, чтобы это было запрещено. Ну, правда. То есть обеспечить запрет они не могут. Но на сознательность людей здесь было сложно рассчитывать, к сожалению. У нас могут только заставить человека уволить, отстранить от работы, оставить без зарплаты и так далее. Но при этом у нас, когда происходил серьезный рост, у нас был бал медиков в Москве. Давайте посмотрим. Очень красиво это все. Конечно, в день медицинского работника нужно поздравить медиков. Но вот так это все происходило. При этом у некоторых отменили выпускные. Да. Но зачем вот это все? Непонятно. Вряд ли здесь есть реальные медики, которые в этот момент спасали жизни. Был съезд у нас Единой России в это же время примерно. Владимир Путин был без маски, как всегда. В основном сидели в масках, но был министр обороны Шойгу без маски. Вот он, пожалуйста. Женщина наша известная, космонавт. Вот она, маску неправильно надела. Дмитрий Медведев без маски. При этом ее никто не вытаскивает с дубинками из полиции, понимаешь? Да, прекрасно. Посмотри, сколько там. Вот тоже маску спустила женщина какая-то. Проходил футбольные матчи, да, все знают. И организовывали фан-зоны, и все это прекрасно проходило. Вот. Большое скопление людей, никакой социальной дистанции. Ну, вроде как маски есть, но все забито. Самый недавний футбол и, конечно, Аллы Паруса. Да, Аллы Паруса – это вот последнее, то, что возмущает многих в соцсетях. Ну, видно пандемия, понимаешь? Да. Ну, и вот так все это происходило. И о каких запретах можно говорить? Концерты, фейерверки. И при этом в этот же день, это вот Санкт-Петербург, и в этот же день в Москве в многофункциональном центре выводят просто… Со скандалом, с применением физической силы. Да, жестко женщину выводят. Вот, посмотрите. Вытаскивают из МФЦ женщину без маски. Да, у нее была маска, она сняла, и ей плохо из-за жары. Тогда в Москве, все знают, был ад. И вот она потеряла сознание, но ее все равно уносят буквально. Значит, вот это чудовищное. Когда люди это видят, конечно, у них вызывает это сопротивление. Даже у тех, кто за прививки, и привился, или хочет привиться. Но то, что происходит, вот это несоответствие одного с другим, правая рука не знает, что делает левая, это, естественно, вызывает большое отторжение. Давай мы дальше вот эту тему попытаемся обсудить вместе с Антониной Андреевой, кандидатом философских наук. Антонина, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Антонина, вот скажите, мы сейчас видели Егора Бероева в соцсетях, да, выступления. И многих других, кто пишет прививки, они говорят все о дискриминации, что это расслоение общества, что это такая вот, ну, я не скажу, гражданская война. Но это очень неприятно, это ссорит людей. Что это такое вообще? Давайте сразу определимся с тем, что такое раскол. То есть раскол это, ну, мы с вами все-таки попытаемся в рациональности остаться, да, не впадая там вот в какие-то иррациональные вещи. То есть раскол это, когда в обществе существует достаточно устойчивое рассогласование между различными слоями. Еще раз, разрыв коммуникации должен быть. И в нашем случае самый главный, наверное, вопрос, который стоит рассмотреть. Понятно, что прививочники, антипрививочники, да, и так далее, это, то есть то, что происходит сейчас, это просто нечто, что упало в благодатную почву. Вот нужно определиться с тем, что это за благодатная почва. И самая, наверное, явная вот эта часть, это, конечно, исторически первый такой раскол. Это то, о чем все говорят, это раскол между властью и обществом. То есть это, наверное, самый явный вот такой раскол, который есть там. Создаются противоположные полюса, мы это очень хорошо видим сейчас, да. И более того, вот отрывки видео, которые были показаны, они это как раз и доказывают. Ну вот смотрите, сейчас очень бурно обсуждают вот это наличие QR-кода при посещении каких-то общественных мест, общепита. И все говорят, а что же меня не пустят, а того пустят. И как это все, ПЦР-тест? Смотрите, у нас ситуация очень интересная. Если посмотреть на обзор, например, имеющихся на сегодняшний момент концепций, я все-таки вот убеждена, что наука – это не то, что двигает человечество назад и к гибели, а то, что двигает человечество вперед и к процветанию, да. Если посмотреть на обзор общественных настроений, то, в принципе, в постсоветском обществе у нас раскол, вот этот аксиологический раскол, ценностный раскол, он очень очевиден. У нас есть раскол же не только между властью и обществом, да, или людьми. Понятно, что разговаривают на разных языках. Понятно, что в определенный момент времени почему появляется такая история про теорию заговора, почему она такая популярная, да. Здесь же история о чем? В какой-то момент времени государство реально население оставило, и население было вынуждено выживать. И отсюда у нас народ, это такой, знаете, фаталисты такие, да. И отчасти вот это стремление к собственному самосохранению, да, сохранению собственной жизни, если хотите, и отсюда доверие только вот этой вот системе ОБС, или, простите за организм, одна баба сказала, понятно, что она выше на сегодняшний момент тем, что то, что предлагает государство. А государство работает системами, ну, на мой взгляд, конечно, провалили самую первую историю, да. То есть люди не понимают, зачем им нужно ставить прививки. То есть уже на этом этапе мы потерялись, да. Пока из таких благостных посылов нам судят с улицы только одно, это то, что это делается бесплатно. Кроме всего прочего, слишком, как бы совершенно справедливо... Мне кажется, у нас пропал сигнал. Да, пропал сигнал, но понятно, что корни уходят туда, да, в противоречии между властью и обществом, что в самом начале не получилось договориться, людей оставили с этими нерабочими днями. В других государствах как-то другая ситуация, потому что люди доверяют и медицинской системе, и своей власти, и хотят идти навстречу, потому что знают, что их не оставят в беде. Ну так, что у нас есть звонок от зрителя, давай послушаем. Добрый вечер. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Степан. Вы поставили прививку уже или нет? Нет, 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 нет. А будете или не хотите делать? Нет, ну даже категорично могу сказать нет. Почему? Просто вот даже по наличию того, что я не знаю, не основываюсь, потому что это Сылуки, сам я из Ачинской, вот у нас переполнены все больницы, стандартные, не знаю, как там еще, но я знаю, что большой процент тех людей, которые лежат, они прививят, точнее, они были привиты. Вот о чем речь. А вы откуда знаете? Ну, особо приближенные люди, которые работают в этой сфере. Вот меня все время вот это смущает. Большой процент какой процент? Я же не могу полагать, что я могу в эфире вам сказать, именно те люди, именно звать их фамилии. Я знаю, что люди, которые там лежат, они привиты были. А какой процент? Вот у нас в Красноярске... Вот именно, конечно, разнаковались. 13 сотых процентов. Может, это не половина, конечно, не половина. Какой-то процент. Просто люди сейчас... А какой-то процент? А почему это пугает? Скажите, а почему вас пугает именно этот факт, а не тот, что очень много привитых не болеют? Сначала говори, люди прививаются, и все будет хорошо. Потом нам объясняют, что уже даже Голиков или кто-то нам объяснял, что уже год давали гарантии. Теперь говорят, что через полгода прививаться повторно. Гарантии того, что людей потом скажут, через три месяца опять не прививаться. Спасибо большое. Понятно. А есть еще один наш зритель. Ну вот, добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Ирина. Ирина, а вы что думаете про прививки и как вы сделали или нет? Вы знаете, я, наверное, сейчас непопулярное мнение скажу, исходя из результатов голосования. Я сделала прививку и уже два компонента. Вот второй компонент в начале июня. И по правде говоря, когда началось вот все, когда разработали вакцину, я сделала «Спутник Ви». У меня были большие сомнения. Меня смущало то, что так быстро ее разработали. И я очень долгое достаточно время думала, стоит ли прививаться этой вакциной. Даже, честно сказать, посмотрела на своих коллег. У меня вот несколько коллег привелись этой вакциной в начале весны. Были опытные экземпляры, понятно. Да, да, да. Ну так получилось. Я посмотрела на них. Ну, вроде ничего, все нормально. Из пятерых человек... Рога не выросли ни у кого. Да, у одного из пятерых была небольшая температура после первого компонента. Вот. Но вы знаете, я когда вот в прошлом году был, особенно вторая волна, у меня были панические атаки. Я начала прямо вот волноваться, что заболеют мои родители, что я их заражу. Мне вот 40 лет, я, ну, на тот момент тогда же у нас болели только старшего возраста люди. Но я начала волноваться, что я заболею, заражу своих родителей, не дай бог. Вот. И я прям, ну, нервничала по этому поводу. Вот сейчас я поставила эту прививку, вот правда, мне стало просто спокойнее жить. Ирина, скажите... Тоже важный момент. Спасибо. Да. А сейчас вот в вашем окружении и на работе, например, да, какой процент привитых? Вот много ли антипрививочников? Я думаю, на самом деле, вот мы и на работе тоже, да, анализировали, привита всего лишь, к сожалению, треть. Вот. Но многие люди сейчас, вот начали, сейчас третья волна пришла, люди начали волноваться и начали активно записываться. Я думаю, этих людей будет больше. Но у меня родители привиты теперь. Ну, слава богу. Спасибо большое. Это важный момент, что человек успокоился. Я могу сказать, что вот буквально на днях скончалась дочь моей очень близкой знакомой, которой всего 49 лет за одни сутки. Она не успела сделать прививку, он был записан на 1 июля. И это страшно. Вот такое узнавать. Страшно, да. Рассказывайте свои истории тоже. Да, страшные, пугающие. Может быть, позитивные, которые подбодрили и замотивировали вас поставить прививку. 200-00-65 наш телефон. Сейчас посмотрим, что пишут у нас в группе ВКонтакте. Очень много сообщений на эту тему. Очень много. Вот тоже про смерть пишет Татьяна. Моя знакомая умерла. Молодая женщина, 36 лет, здоровая. Утром поставили второй компонент. Вечером умерла. Так что вопрос, ставить или нет, для меня не стоит. Но непонятно, от вакцины или нет. Может быть, что-то было. Вот Никита отвечает. Куча коллег и знакомых возрастом от 20 до 65 лет. Поставили оба компонента уже давно. И все, слава богу, живы и здоровы. Не ставила, не собираюсь, пишет Петр. Всякое непроверенное загонять в кровь. Я не верю, что страна, умоляющая западных партнеров купить ее газ и не шьющие даже трусы, способна что-то конкурентное придумать. То есть не доверяет вообще ничему. Не доверяет системе. Да. Татьяна спрашивает, а у нас есть выбор? Мария отвечает, конечно, есть. Участие в опытных пока что у нас добровольное. Ну да, зато без прививки и не съездить отдохнуть. Скоро, мне кажется, и в кафе не зайти будет. Но еще куча ограничений, которые вообще не оставляют тебе никакого выбора. То, что в кафе не зайти в Москве, уже это действительно так. Мы об этом рассказывали в новостях. Возможно, и у нас такое будет, где работают только привитые сотрудники, куда могут зайти только со справкой о вакцинации клиенты. Но там еще, слушай, есть и со справкой с ПЦР-тестом, что меня очень сильно смущает, потому что, ну, сегодня ты сдал тест, а у тебя есть тест, а вдруг ты завтра заразился. Ну да, это вот на курорты, например, Коснодарского края. Сейчас, пока с 1 июля, нужно ехать с отрицательным ПЦР-тестом. Но с 1 августа, как раз когда там будет бархатный сезон, уже только с сертификатом о вакцинации будут пускать. Что вы по этому поводу думаете, поставили прививку или нет, и почему? Звоните нам 202 065, мы сейчас прервемся, и через 2 минуты снова вернемся в студию. Мы продолжаем прямой эфир. Сегодня говорим о ситуации с коронавирусом, о вакцинации, о спорах, о том, что сейчас снова такое четкое разделение на тех, кто за прививку, и тех, кто категорически против. И я напомню, что сегодня в течение эфира мы проводим голосование, спрашиваем у вас, а вы поставили вакцину от коронавируса или нет. И пока результаты такие, 28% наших телезрителей поставили прививку, 17% не поставили, но планируют, и 55% говорят, что нет и ставить категорически не буду. Мы ждем... Слушай, мне кажется, увеличился этот процент, да, антипрививочников, вот кто категорически не хочет, потому что раньше он был, мне кажется, поменьше. Мне кажется, примерно так и было, 50 на 50. Кажется просто, что они более агрессивные, может быть, стали как-то в социальных сетях. Такое ощущение. Но да, если сложить вот первые два варианта, то получается те, кто поставил и планируют, да, и кто ставить не будет категорически, ровно половина на половину. Ну вот такой итог, и мы пока не можем говорить о каком-то коллективном иммунитете, если у нас, а, не хватает вакцины, очереди на прививку до сих пор. Хотя вот как пишет, я прям немножко прочитаю, пишет Екатерина Рождественская в соцсетях, это известный фотограф, дочь известнейшего поэта Роберта Рождественского, который говорит о том, что как же можно было зарубить хорошую идею со всеобщей вакцинацией. Ясно, что весь мир вакцинируется. Очевидно, что можно было, учитывая плюсы и ошибки других стран, сделать свой путь. Но у нас все сделали через одно место. И, например, в Аргентине, как вот я уже цитировала это, привилось больше нашей вакциной человек, чем в России. Да, у нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Здравствуйте. Как вас зовут? Валерий. Валерий. Вы поставили прививку? Да. Почему? Как себя чувствуете? Да, я уже давно поставил. Просто я предвидел ситуацию, что будут ограничения при выезде, то есть на отдых, и поставил заранее ее. Просто интересно получается. То есть человек привитый все равно, может быть, является переносчиком болезни. И если он уходит в общественные места, может заразить человека, который не привитый, или даже того, кто слабее, быть в другом месте. Зачем ограничения такие для тех, кто не привился? У него, может быть, иммунитет сильнее, чем у меня. А может быть, я думаю, вот здесь уже, знаете, вопрос к врачам. У нас, конечно, очень много претензий к врачам, потому что мы не получаем ответов на вопрос. Давайте про врачей еще. То есть, посмотрите, врачи сейчас привиты. Они в прошлую, вторую волну были на изоляции после того, как находились в красной зоне. Сейчас сказали, что они привиты, то есть врачи. Они выходят с красной зоны и идут в люди, в магазины. Они могут быть переносчиками. То есть, или ограничивать надо всех сразу, или дать людям просто жить спокойно. Человек, может быть, никогда в жизни не заболеет. Вот эти как раз 55%, которые есть, которые против, они в жизни могут никогда не заболеть этим коронавирусом. Но могут переболеть, и у них будет свой иммунитет, который более по природе лучше будет, чем тот, который после прививки. Да, очень много здесь нюансов, но вот если рассуждать... И много неисследованного, потому что вирус снова. Да, если бы докабы, но мировая практика с разными вирусами показывает, что нет пока лучшего средства, чем массовая вакцинация. Так боролись со многими вирусами. Детям же ставят прививки от ТОС, полиэмилит и прочие, и какие-то менее страшные болезни. К сожалению, пока так, да. Я считаю, что главная проблема сейчас в отсутствии достоверной информации, потому что людям непонятно делать, если есть антитела, ставить, не ставить. Ну, разные есть версии. Что делать беременным, прививаться, не прививаться и прочее. Да, нет какой-то четкой, даже у медиков, четкой позиции. Каждый врач, почему им запретили? И у нас есть еще один звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Добрый вечер. Как вас зовут? Да, слушаю вас. Ну, Евгений. Евгений? Да, Женя. Ну, расскажите, вы привиты или нет? Если нет, или да, почему? Слушайте, как бы прошу прощения. Ну, просто опять, как говорится, так, мимо шел и к вам попал на эфир. Вот девушка, вот, как-то был разговор тоже о вакцинации, то есть задавались вопросом в красной, как сказать, в красной жилетке или что там у вас. То есть спрашивали, можно ли вакцинироваться, раз переболели. То есть, вот я помню, что вы переболели. И я как раз разговаривал тоже в прямой эфир, вышел, говорю, неважно какие антитела, я это говорю еще когда, вот если поднять даже в записи эфир, говорю, можно идти и вакцинироваться. Потому что надо, в первую очередь, слушать тех людей, которые, как минимум, сделали эту вакцину. То есть, Гинсбург. Как минимум, надо слушать официальной власти, что говорят, чтобы не, как говорится, поддаваться на всякую... Ну, то есть, вы верите официальной власти, и вы поставили прививку? Да, ну, конечно. Я еще тогда говорил, что да, я ее поставил. Я советовал всем это сделать. А чтобы, ну, тоже... Спасибо вам большое. Спасибо большое. Спасибо, понятно. Ну, я тоже уже слышала, кстати, от врачей такую версию, что неважно, какие антитела, но нужно обязательно вакцинироваться. Да, я напоминаю, что мы в прямом эфире, разные мнения могут быть разным языком... И разные эмоции. ...сказаны, да. И вот, пожалуйста, старайтесь выражаться... Корректно. Корректно. Мы, наверное, к выводам, да, еще раз покажем вам результаты нашего опроса. Мы сегодня спрашивали, поставили ли вы прививку. И вот, да, поставили, поставил 29% наших телезрителей, и так ответили. 16% сказали, что нет пока, но планируют. И 55% категорически не хотят ставить прививку. Ну, такой явный раскол. И как мы поговорили сегодня с социологом, корни, конечно, в противоречии таком глубинном между обществом и властью, недоверие не только к медицинской системе, а вообще к своей власти. Да, причем эти люди, например, хотят поехать отдыхать, а вот, например, многие страны нас не пускают ровно потому, что у нас мало вакцинированных. Да, но при этом же снова, вот мы о противоречиях говорили, да, возобновили перелеты в Турцию. В разгар третьей волны полные самолеты туда улетают, никакой социальной дистанции. Там непонятно, что они будут возвращаться к нам. Зачем это делают? Чтобы успокоить население, наверное, перед выборами. Но, опять же, когда наши власти, чиновники уверяют, что они только за нашу жизнь и за безопасность, но принимают вот такие непонятные многим решения, ну, такой вопрос. Мне кажется, нужно немножко подумать и понять, что вот ваша безопасность и безопасность ваших близких отчасти в ваших руках. И то, что вы можете сделать, сделайте, пожалуйста. Да, на этом мы сегодня прямой эфир завершаем и увидимся завтра.